Седьмая международная конференция гибридной технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний проходила 1 и 2 февраля в российском кардиологическом научно-производственном комплексе Минздрава, более известном как кардиоцентр. Гибридная хирургия – прогрессивное направление проведения операций при осложненных случаях сердечно-сосудистых поражений. Этот подход объединяет открытую хирургию и транскатетерные методики. В приветствии направленным участникам и гостям седьмой конференции по гибридным технологиям в кардиохирургии, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова отметила, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в структуре причин смертности населения нашей страны занимает первое место. Соответственно, совершенствование оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов отечественного здравоохранения и направлений государственной политики. Министр выразил уверенность в том, что конференция, объединяющая специалистов высокого профессионального уровня, будет способствовать и обмену опытом, и ускоренному внедрению в практику отечественного здравоохранения передовых инновационных гибридных технологий лечения пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конференция ежегодно и собирает ведущих мировых специалистов по применению гибридных технологий в кардиохирургии. В этом году среди тысячи участников были представители Германии, Италии, США, Франции, Казахстана, Швеции и Беларуси. На форуме были представлены последние данные о применении новых разработок для лечения клапанной патологии. Новейшие технологии, методы и данные клинических исследований эндоваскулярного лечения, патологии грудного и брюшного отделов аорты, патологии сонных и коронарных артерий, последние новости в лечении многоэтажных сосудистых поражений, а также фармакологии лечения сосудистых заболеваний. Наряду с этим прошли дискуссии о том, когда процедуры с применением гибридных технологий оправданы, а когда они таковыми не являются. О значении конференции в интервью первому медицинскому каналу рассказала исполняющая обязанности директора кардиоцентра, член-корреспондент РАН профессор Ирина Чазова. Если говорить о седьмой конференции, об этих международных курсах, которые у нас традиционно проходят в начале года, то я очень рада, что они стали таким поводом для встречи специалистов высокого класса в кардиохирургии. Вы знаете, что российский кардиоцентр – это уникальное заведение, в котором сосредоточены и институт экспериментальной кардиологии, в котором разрабатываются новые оригинальные препараты, институт клинической кардиологии. Наш институт, институт клинической кардиологии, наверное, необычен тем, что вместе работают там и хирурги, и терапевты-кардиологи. И поэтому именно на стыке терапевтической и хирургической кардиологии создаются те новые направления, которые дают жизнь гибридным операциям. Мы решили занять уникальную нишу и не гнаться за специализированными кардиохирургическими центрами. И тем не менее, наша хирургия и хирургия кардиоцентра является знаменитой. Ну, во-первых, у нас работает звездный хирург Натсулман Чакчурина. Конечно, его личность и масштаб этой личности определяет те уникальные операции, которые мы проводим. Мы стараемся не повторять то, что делают наши ближайшие и более дальние соседи, а идем своим путем. Поэтому, если говорить о гибридных операциях, то здесь, конечно, кардиоцентр и Ренат Шалиманович с его молодой талантливой командой, они уже находятся на недосягаемом уровне. Мы очень рады, что друзья приезжают к нам для того, чтобы обменяться опытом, чтобы перенять у нас что-то рассказать нам. И эта конференция становится таким уникальным событием для кардиологии и хирургии. Вы могли бы отметить, чем она запомнится, вот эта седьмая, коллега, что вынесут? Просто поделиться со специалистами, которые смотрят первый медицинский канал. Знаковые какие-то вещи. Знаковая вещь. Для меня, как главного кардиолога Минздрава, знаковым становится то, что, когда говорят гибридные методы хирургии, это уже не вызывает шока. Это уже не что-то из разряда фантастики, а методы, которые вошли в порядке лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями уже являются до некоторой степени рутиной. И мне очень приятно, что наши усилия по продвижению наших знаний, наших умений в широкие массы кардиохирургов уменьшались успехом. Я думаю, что в нашей стране, где очень много талантливых хирургов, но, к сожалению, базовое здравоохранение не всегда находится на уровне именно внедрения достижений высокой науки, в том числе медицинской. Это, наверное, то, чем надо гордиться даже больше, чем каким-то экзотическим инновациям. Инициатором и основателем конференции является Московский международный курс гибридной хирургии. В лице его создателя и президента, академика Рената Акчурина. Довольно интересная тема, которая позволяет, если ее правильно применять в рамках больших масштабов, она позволяет существенно уменьшить смертность. Мы знаем, что у нас руководство страны объявило борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в этом плане гибридная хирургия, гибридные вмешательства позволяют уменьшить количество смертельных осложнений при больших проявлениях атеросклероза, недостаточности слабой соединительной ткани. При целом ряде заболеваний, когда возникают такие ужасные слова, как аневризма аорты, аневризма какой-то артерии, стеноз артального клапана, стеноз метрального клапана. В этих случаях можно сделать три пути, как, знаете, старый камень. Подъехал молодец к камню, и у него три пути. Пойдешь направо, смерть найдешь, прямо пойдешь, там еще что-то и так дальше. Так вот, у больного три пути. Один путь – перенести большую тяжелую операцию с достаточно высоким риском и выжить. И потом долго болеть, в течение месяца полутора восстанавливаться, может быть, даже двух-трех месяцев. Это один путь. Второй путь – не перенести классическую операцию, потому что, ну, так случилось. Есть высокий риск и пробовать лечиться медикаментозно, лекарствами. Но доказано, что в целом ряде заболеваний, таких как аневризма аорты, лекарства бессильные, она растет, и разрыв ее растет, и вероятность разрыва, и в конце концов разрыв приводит к смерти больного. И третий путь – гибридная хирургия. Это такая хирургия, такой метод лечения, когда сочетание маленьких различных методик позволяет выполнить эквивалент полной большой операции, но малотравматичным путем. С одной стороны, это эндоваскулярное вмешательство, с другой стороны, маленькие операции на сосудах, переключения и так дальше. И в итоге мы имеем то, что мы имеем. Результаты, скажем, при лечении аневризм брюшной аорты, при эндопротезировании 97% положительных результатов. Это же касается и разрывов брюшных аневризм. Я помню, и мне много приходилось их оперировать, этих пациентов. Как бы ты ни старался, больной с разрывом аневризма обречен на 40%. И несмотря на быстрый привоз его, несмотря на хорошую квалифицированную команду, несмотря на дух команды и все остальное, мы все-таки его теряем, потому что колоссальное кровоизлияние в брюшной полости, подготовка в операционной уходит полтора часа на подготовку. Здесь больного привозят, компьютерная томография, установили разрыв аневризма, клинически тоже устанавливается, немедленно эндопротезирование. Через маленький прокол на бедренной артерии заводится эндопротез и блокируется эта аневризма. Через три дня больной встает и начинает ходить, и уходит. В этом весь интерес. Начали мы это где-нибудь в 2002 году. В 2002 году, когда возникла возможность, и мы поняли, что надо что-то делать, чтобы улучшить результаты при эндопротезировании. И, как ни странно, но так и бывает в России. Бумеранг, запущенный российскими умельцами, в частности, Николай Володось из Харькова, советский хирург, впервые использовал методику эндопротезирования брюшных аневризм, вернее, аневризм брюшной аорты. Это подхватили на Западе, развили достаточно хорошо, сделали собственные патенты, собственные инструменты, все собственное. И в результате возникло, к нам вернулось эндопротезирование, но в более дорогой цене и в более дорогих условиях. И мы поняли, что это метод лечения больших аневризм, и начали этим заниматься. Второй персонаж гибридной истории – французский кардиолог Алан Кребье, который в Руане всю жизнь занимался вопросами пограничными между хирургией и кардиологией, и все время мечтал эффективно помочь больным, потому что очень часто, скажем, при стенозах клапанов сердца возникает настолько большое сужение, что дальше у человека либо расширяется сердце и прекращает работать, либо оно утолщается до определенного предела, и пытаясь протолкнуть кровь в суженное отверстие клапана, и Алан впервые и достаточно эффективно применил баллоны. Он разрывал эти клапаны в местах сращения и давал больным облегчение. Он же впервые и использовал специальный клапан, который создала компания «Эдвардс» по его чертежам, и имплантировал этот клапан. И вот с него, с Алан Кребье, из города Руан, древней столицы Франции, началась эра эндопротезирования клапанов сердца. Мы это поняли сразу, и я послал Калану уже, это было в 2008 году, послал в 2004 году, послал целую команду ребят молодых, и сказал, вот вы будете заниматься гибридной хирургией, и вы должны там круглые сутки жить, всего неделю. Через неделю приедете обратно. Сам поехал их посмотреть. Они действительно там жили в больнице, действительно учились, каждый шаг записывали. И сейчас сложилась команда, которая называется гибридной лабораторией в рамках кардиологического центра и в рамках отдела сердечно-сосудистой хирургии, которая достаточно успешно оперирует. У нас больше всех наблюдений в стране, и мы смогли доказать и в Минздраве, и на высоком уровне, что это нужные вмешательства, и государство должно их поддерживать. Что и случилось. Вот такой оптимистичный конец. Дальше будем смотреть. На нынешней конференции впервые были представлены две оригинальных российских модели транскатетерных клапанов. Транскатетерные технологии в лечении патологии клапанного аппарата сердца – это самое бурно развивающееся направление сердечно-сосудистой хирургии. И представленные российскими инженерами и компаниями модели пополнят арсенал отечественной кардиохирургии. Импортозамещение налицо, и это прекрасно, считает один из организаторов конференции и специалист в области применения гибридных методов в кардиохирургии Тимур Имаев. Буквально каких-то 7-8 лет назад в кардиоцентре, благодаря дальновидным позициям руководства, начали внедряться эти технологии. Поначалу количество операций, эти операции были единичные. На сегодняшний день в нашем центре накоплен самый большой опыт этих оперативных вмешательств. Мы стали экспертным центром, центром, в котором выполняются эти оперативные вмешательства, стекаются данные по пациентам со всей страны. Мы консультируем, выезжаем на места, помогаем оперировать в различных точках нашей страны и внедряем эту методику широко для того, чтобы больные, которым ранее традиционное оперативное вмешательство, открытое или эндоскулярное, невозможно было выполнить или это сопровождалось высочайшим хирургическим риском. На сегодняшний день эти технологии позволяют спасать этих больных, возвращать их в строй, и качество жизни их действительно после этих операций существенно улучшается без огромной травмы, которую они могли получить при традиционном протезировании или традиционном вмешательстве по поводу анаурезма аорта. Это та технология, которая на сегодняшний день является передовой, она внедряется на Западе, внедряется очень активно. И мы очень рады тому, что действительно сейчас Минздрав последние два года активно очень начал развивать эти технологии, они действительно начали развиваться в достаточно больших количествах регионах нашей страны. Итоги седьмой международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» подвел пресс-секретарь кардиоцентра Константин Иванов. Особенно важно, как сказали наши руководители, и Ирина Евгеньевна, и Ренат Сулейманович, и вот наше молодое направление, которое возглавляет у нас Тимур Инверович, самое главное, то, чтобы вот такие конференции, как может быть в живописи, может быть в литературе, они стали в хорошем смысле слова мейнстримом, потому что это должно проводиться ежегодно, люди должны учиться, и в принципе вот на этой конференции мы собрали более тысячи человек. Это достаточно большая редкость, даже по меркам Москвы. Это очень приятно, поскольку все-таки это международная конференция, и вопреки всем правилам времени у нас были все коллеги из Соединенных Штатов Америки, из Германии, из Италии, и все обмениваются опытом, что, конечно, чрезвычайно важно. Наше руководство кардиоцентра всегда идет навстречу, особенно инновационным и новым методам, конечно, что очень важно, и мы пытаемся донести в массы то, что это крайне необходимо. И, конечно, отдельно большое-большое спасибо вашему каналу, потому что, ну вот это не только личное мое мнение, это я выражаю мнение нашего всего руководства, то, что, к сожалению, очень мало на всех каналах, в том числе и федеральных, вообще обсуждается проблема здравоохранения. Не только ЗОЖ, как сейчас принято говорить, здоровый образ жизни, а в принципе то, что есть проблемы в здравоохранении, и их надо решать. Спасибо вам большое, и я думаю, что мы непременно увидимся в следующем году. Как отмечают специалисты и организаторы конференции, врачи, занимающиеся введением и лечением больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, остро нуждаются в получении непрерывного медицинского образования. Для демонстрации актуальных гибридных и эндоваскулярных хирургических методов, применительных тяжелым пациентам, в ходе конференции были организованы прямые трансляции из операционных. Продолжение следует...